Едва над самым юго-западным районом страны загудел вертолёт, как жители Малориты поспешили к месту посадки. Общение с людьми вышло абсолютно спонтанным и, может, оттого настолько искренним. Я вам всегда с детства завидовал. Вы в таком уголке красивом живёте. Я всё боялся, чтобы вы не оторвались и в Украину не рванули, или на Польшу. Уголок этот вот такой у нас в Беларуси. Но сверху посмотрел – прекрасное место. Молодцы вы. Город содержится в хорошем состоянии. Ну, может, подмели немного. Мы гостей встречаемся. Нам же гости приехали. Правильно, это правильно. Даже в доме уборку наводят люди. Поэтому, когда мне говорят, что президент приедет, там всё чистят. Ну, как же. Не каждый же день президент приезжает, поэтому порядок надо наводить. Но желательно, чтобы всегда был такой порядок. Город чистый. Жально чисто не бывает, но у вас неплохо. Ну, а какие проблемы вас больше всего волнуют? Ну, знаю, что денег мало. Мало. Цены высокие в магазинах, ещё чего-то. Ну, голодные не сидим. Я всегда говорю, в Беларуси только ленивый может не заработать. Мы что, воюем? Война у нас идёт или ещё что-то? Надо просто немножко шевелиться. А женщины должны пошевеливать мужиков своих. Если мы можем чем-то помочь, ну, вы видите, что мы... Даже малориту, которая, ну, казалось бы, знаете, в советские времена, там где-то далеко, на отшибе, перебьётся. Нет, мы и вас видим всегда. И вы видите, что если бы власть здесь не прислонилась, и местная власть, молодцы, райисполком, облсполком, не было бы этого порядка. Не было вот этой вот красоты. Вы как в доме отдыха все живёте. К визиту Александра Лукашенко в Малорицком районе готовились основательно. Последние две недели все предприятия тщательно исправляли свои недостатки. Но форма нынешних рабочих поездок главы государства теперь другая. Александр Лукашенко лично выбирает, что посещать, чтобы увидеть реальное положение дел. Привык к этому. До армии отработал два года здесь токарем. Мне понравилось. После армии вернулся сюда же. В этой заводской реальности Николай Максимук с 1983 года. В его трудовой книжке только одно место работы. Малорицкая райагротехника. Был токарем, теперь летейщик, но менять место работы не хочет. Это новые атлантовские станки. Мы их 4 года назад, наверное, получали. Таких относительно новых станков здесь всего 5. Директор сетует. Мы бы и рады брать больше заказов, но не хватает оборотных средств. А местные предприятия, для которых и работает райагротехника, не всегда могут оплачивать услуги, ведь находятся в похожей ситуации. Но от критики президента за бесхозяйственность и отсутствие порядка это не спасает ни руководителя, ни вице-премьера. Ну вы же президента ждали в Малорицком районе. Уже я отложил эту поездку. Или вы хотели показухой, как прежде, заниматься? Ну ты же знаешь, что мне не проблема одеть сапоги и пройти, как я вас однажды водил в Брестском районе у этого, у бедули. Когда вы по колено в эту жижу зашли. Я хочу по луже по твоей пройти. Правда, после тебя. Если будет порядок и личная заинтересованность районных и областных властей, уверен президент, и райгросервисы, и строительная ПМК смогут успешно работать в каждом районе. Такую задачу Александр Лукашенко ставит перед всеми губернаторами. До 1 января сервисные организации должны перезагрузиться. Если у руководителя района, председателя райисполкома, нет строительной организации, нет вот этой обслуживающей организации, которая когда-то обслуживала село. Сейчас райагросервис, будем говорить, сельхозтехника поставлена. Если она не расширила свои услуги и не понизила цены, с ней никто разговаривать не будет. И вот я уже вижу, что что-то продали не можете содержать кому-то. А почему продали? А почему вы бизнесом каким-то не занимались дополнительно? Это не только для обслуживания, как ты сказал, села, сельхозпредприятия. Это для всего района. Это у председателя райисполкома должно быть мощное орудие управления. Что за председатель райисполкома, если у него ничего нет, и он ничем фактически не управляет? И запомните, райсельхозтехникам быть, и мы их должны возродить во всех районах. Надо расширять сферу услуг. Если у вас будет нормальная стоимость работ, к вам придут. Придет и частник, если вы качественно и сделаете нормально. Следующая встреча уже за пределами малориты. На ферме хозяйства Савушкина. Здесь 3000 буренок и ежегодно комплекс перерастает на 10% поголовья. Как результат, за 10 лет средний воловой надой молока вырос в 5 раз. На табло оператор машинного доения может наблюдать во время доения информацию, какое животное находится на дойке, сколько дает молока. И даже как себя чувствует, компьютер мгновенно считывает информацию о здоровье и активности животного. На огромной карусели доильного зала вращаются 80 коров. Молоко от них получают одновременно, прямо во время движения колеса. Весь технологический процесс полностью автоматизирован. Чтобы контролировать масштабную дойку, достаточно пяти операторов. На обычных фермах для этого нужно полсотни людей. На сегодняшний день мы доим здесь 55 тонн молока. То есть это достаточно высокий показатель. Это, можно так сказать, практически 25% от всего вала района. На результат здесь работают командой. От механизатора до директора. Президент детально вникает во все технологические нюансы. От кормов до надоев. И ставит в пример такой подход к организации труда. Просто надо немножко их подстегивать, чтобы они до его уровня подтягивались. Будет это так, такие комплексы. Ради бога, будем рады. И он к этому придет. Он не будет в закутках работать. К нему люди скоро не пойдут в эти. Поэтому он модернизироваться вынужден. Все сразу не схватятся. Но к этому надо стремиться. Но технология, вот как здесь технология, она должна быть. Корова должна хорошо содержаться. Сбалансированными кормами должна обеспечена быть. Кормить надо сбалансированным кормом, правильно? Кормосмесь обязательно. Не накормишь нормально, толку не будет, где бы она ни стояла. Семь из десяти коров здесь – это галштинская порода. При среднем надоев 12 литров в сутки от обычной коровы – это дает 36. Одну из таких кормилец сегодня подарили президенту. Не боится никогда. А все равно, видишь, к нему больше. И хорошее, да. Имя коровья президент выберет сам. На ферме зорик нет. Все числятся под номерами. Не исключено, что буренку назовут символично – малоритой. Это одна из лучших пород для молочного производства. Это чистокровная галштинская корова. Это одна из лучших коров, которая здесь была у нас на предприятии. Ее выбрали. Она подходит по всем параметрам, по всем животноводческим статям. Сразу после посещения ферм президент решает провести совещание в малоритском райисполкоме. И возле здания снова ждут люди. У каждого есть вопросы, пожелания, но хочется просто поговорить по душам. И, конечно, не обходится без того, что больше всего тревожит. Знаете, что надо цены в магазине тревожить? Кравниваем с Брестом и с малоритом. Малорит – это очень дорого. Главное, чтобы действительно у нас не было вот этого перекоса ценового, чтобы когда нет возможности поднять зарплату, чтобы цены в это время не росли. Если это есть, это большой недостаток. Цены расти не должны сейчас. Мы с вами уже определились. И здесь государство должно жестоко контролировать ценообразование. Конечно, нельзя допустить того, что в магазине не будет и дорогих товаров. Может так быть. Когда же манешь по цене, ему невыгодно продавать. Он не продает этот товар. И таким образом товар с торговли вымывается. И даже дорогого не купишь потом. Это очень тонкая вещь. Поэтому все-таки главный путь – это работать и их зарплату нормальную поднимать. Безопасность, здоровье, зарплата – самые жизненно важные вопросы и искренние ответы. Президент заверил, государство будет создавать все условия для улучшения жизни. И в Беларуси, и в каждом районе в отдельности. Даже в таком небольшом, как Малоритский. Анатолий Занкович, Мария Тройнич, Дмитрий Буй, Сергей Виаль, Игорь Хвитченя и Станислав Чумаков. Наши новости – Малоритский район.